О безопасности на железной дороге взялась напомнить Люберецкая молодёжь. На станции Ухтомская прошла акция, в которой приняли участие представители молодёжного парламента, комиссии по делам несовершеннолетних и транспортной полиции. Несмотря на активную профилактическую работу, статистика несчастных случаев на объектах железной дороги остаётся по-прежнему неутешительной. Значительный рост травматизма наблюдается среди несовершеннолетних. В этом году уже шестеро детей пострадали под колёсами электричек, а пятеро стали жертвами собственной невнимательности. В прошлом году эти цифры были в разы меньше. За весь период 2016-го зарегистрировано всего пять случаев травматизма. Из них только один со смертельным исходом. Участились случаи, когда законные представители совместно с своими детьми переходят с железнодорожной пути, не успевают вовремя среагировать, и их сбивает электропоезд. Поэтому уже в этом году два таких факта. В одном факте погиб законный представитель, папа. В другом факте и мама, и трёхмесячный ребёнок остались живы, но получили травму. Однако случаи, когда взрослые переходят железную дорогу вместе с детьми, как оказалось, не самые страшные. Некоторые родители и вовсе отпускают их одних. Как, например, вот этого мальчика. Десятилетний ребёнок даже не стал дожидаться, пока уедет поезд. И при переходе железной дороги подошёл к нему вплотную. Почему ты здесь совершаешь, переходишь? А тебя кто сюда в магазин поставил? Мама. А почему ты не пошёл по железнодорожному пути? Почему ты пошёл здесь? Тебе мама сказала, что здесь не везде? Я всегда здесь переходила. А мама знает об этом, что ты здесь переходишь? И не ругает тебя? Нет. Сотрудник полиции позвонил маме мальчика и попросил прийти за ребёнком. А заодно и поговорить о мерах предосторожности. Но, как оказалось, родительница вины за собой не почувствовала. А даже наоборот. Потому что в данный ситуации... Меня не волнует, что здесь все ходили, ходят и будут. Вы отвечаете за жизнь и здоровье своего ребёнка, а не всего населения. После долгих споров с участниками акции «От горе мамы» всё-таки удалось добиться обещания, что этим несанкционированным переходом ребёнок пользуется в последний раз. А чтобы не провоцировать людей на нарушение порядка, так называемую народную тропу в очередной раз закроют. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.